Девочка-пай 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 Пист. Пас. Легли. Ничего, расклад неплохой. Итак, Борис Петрович, поздравляю, ты опять без двух. Каким образом? Саша, покажи. Ведь ты со мной уме считай. Боренька, все элементарно. Хоть не от тебя, прорезаем два раза, и ты без двух. Да? Кто это? Ты, Свет? Валь, что так поздно? Как рано? Его здесь нет. Да, действительно рано. Нет. Нет, не один. Ну, не с Шнурхом же с твоим. А это я не знаю. Ой, подожди. У них же там оврал какой-то. Они вкалывают в тресмены. Он тебе не говорил, что ли? Не понял. Как сговорились? А, понял. Слушай, Валя, ты когда своего шнурка спать укладываешь, ты ему борду на одеяло кладешь или напротив того одеяло на борду? Спасибо, родная. Трубку бросила. Боренька, меня до обеда не будет? Прикроешь меня? А меня кто прикроет? Вечно я вас. А тебя прикроет могучая вычислительная техника. Братцы, а мне домой на ковер готовиться. О, я пошел. Куда? Кто это? А, ну-ка, да. Тебя там Валя ждет на проводе. На, утешься. Ну-ка, ему надо. Ему надо. А, ну-ка, да. Каждое утро в одно и то же время. Ты с ней знаком? Нет. Боюсь разочароваться. Правильно. Ты с этим знаком? Да. Это все? Все. Лида, меня нет. Начнем. Илья, Как твоя командировка? Все в порядке. Через обком. Потом доложишь. Ну ты, Боб, учись. Вам известно, что я недавно из министерства. Нас хвалили, ставили в пример, так что примите мои поздравления. Здравствуйте. Рано радуетесь. Надеюсь, все слышали об омском эксперименте? Ну как же это потом был во Львове, в Новосибирске, в Белиси. Кто не знает, поясню. Эксперимент касается наших молодых кадров. Его цель выявление творческих и организаторских возможностей. Для этого нам предложено передать на месяц бразды правления, так сказать, в руки молодых и посмотреть, что из этого получится. Пожалуйста, там в приемной находится Смирнова. Попросите ее. Не понимаю, зачем это тебе нам нужно? А он ничем не рискует. А если проиграет? Ну и что, эксперимент не более. Здравствуйте. Кто не знаком, рекомендую. Наш заводской социолог Лариса Ивановна Смирнова. А мы уже знакомы. Пожалуйста, Лариса. Мне было поручено провести психологическое обследование кандидатов на руководящие должности и дать свои рекомендации. Должна вас огорчить. Идеального директора на нашем заводе найти не удалось. А зачем? У нас свой есть. И тем не менее предлагается на ваше рассмотрение несколько кандидатур. Шнурков. Грамотный инженер с рациональным складом мышления, но не имеет вкуса к работе с людьми. Скрытен, исполнителен, инициативен. Может быть, даже слишком инициативен. Федоренко. Инженер средний. Главный интерес его лежит не в сфере производства. Он реализует себя в общественной работе. Основной недостаток его, на мой взгляд, патологическое отсутствие чувства юмора. А это говорит об общей ограниченности. А как у вас с чувством юмора? Для моей работы хватает. Костин. Костин. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Лидива. А где Костин? Его вызвали в Гальманический. Да, вызвали. Ах так, извините. До свидания. До свидания, Лидива. Будьте любезны, разощите его. Если вас не сгруднят, и передайте, что его срочно вызывает директор. Хорошо. До свидания. До свидания. Не спи, не спи, художник. Горя. Тебя Цибин вызывает. Меня? Ну вот. Достукались. Галстук не забудь. Галстук не забудьте. Здравствуйте. Вызывали? Где тебя носят? Столько времени не могут найти. Меня? Да. А я... Я был в Гальманическом. Вы же знаете, какое там положение? Да не было тебя там. Звонили. Правильно. Я шел туда. По пути перехватили. Подойди поближе. Подойди. Садись. КОНЕЦ Догадываешься, зачем вызвали? Понятия не имею. Привет, коллеги. Зойник. Срочно нужен галстук. Цибин вызывай. Иди, галстук. Тебя тоже? По какому вопросу? Спал на работе. Улипли? С чего это наши эйтеровцы ходят в одинаковых галстуках? Это что? Крик моды? ПОЧИТ Главное давать план Не будет плана, не будет премии А премии не будет, они тебе покажут Тетя Люба, а чему больше всего уделять внимание? Внешности Как это? Начальник должен смотреться Какой начальник мастер? Должность собачьи Ну я серьезно, тетя Люба Я тоже И еще, не давай садиться себе на шею Будь построже и требуй С кого? С них что ли? С них потребуешь Со всех Кто кричит и требует, того уважают Так, хорошо, понятно А еще? А еще Личный пример Вы посмотрите Вода течет в канализацию оттуда в реку Да, и рыб не стало А эти шкафы Их уже нигде на заводах не осталось У Паршина давно убрали Вот и убери А это А вентиляции Тут дышать нечем Разве тут такие моторы нужны? Вот и поменяй Что же вы не поменяли? Я посмотрю, как ты поменял Я поменяю Будь, действуй, пожалуйста Ты теперь начальник Ты все можешь Сергей Петрович Готовь внимательно Выслушать ваши последние Ценные указания Не валяй дурака, Виталий Никакие указания тебе не нужны Ты уже месяц присматриваешься к этому креслу Если не больше Так что прошу Сережа, ты что, шуток не понимаешь? Ладно, это детали садись Да Кстати, кресло жестковатое и неудобное Да, действительно Поменяешь, буду признателен Вот в этой папочке вся циферь Которая тебе может понадобиться для отчета А для дела Вот твоя птица-тройка Материалы, оборудование, технология Если удастся тебе с ней управиться Телега заводской жизни Будет Не очень тряской Неплохо Ну? Все понял? Вроде все Чтобы все понять, тут не то, что месяца Года мало Так что спрашивай, пока не поздно Кстати, с банком все улажено С местными властями так же Да, ты в армии служил? Нет, только на сборах А я четыре года в авиации механиком Так вот Наш старшина постоянно учил нас Не трогай технику Она не подведет Понял? Я в том смысле Не трогай налаженный механизм Это тебе мой последний совет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Позвоните попозже ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok Простите, этого на ходу не решить. Здравствуйте. Добрый день. Девушка, простите, вы куда? Я не девушка, я режиссер телевидения. Нельзя туда. Как? Я по-личному, вот свидетель. Ангелина, иди работать. Иди. Так что же с АР-20, Михаил Николаевич? Борис Петрович, мне бы не хотелось припосторонних. Ольга Викторовна не посторонняя, она будет освещать по телевидению наш эксперимент. Но мои данные не подлежат, так сказать. А, секретные? А вы только суть. Не рассекречивай. Дело в том, что АР-20 вместо Харькова отправили в Хабаровск. Да, это немного в разных местах. Когда отправлен груз? Пять дней назад. Я думаю, что он на Урале, где-то в районе Свердловска. Пожалуйста, срочно остановите. Свяжитесь с аэрофлотом и самолетами, и переправьте их в Харьков. Завод должен их получить через три дня. Борис Петрович, это невозможно. Дело в том, что груз надо найти, разгрузить, договориться с аэрофлотом, снова загрузить. Это неделя, не меньше. Через три дня приборы должны быть на месте. А убытки, которые понес завод, высчитаем с виновных. Товаровед, который я напутал, получает 140 рублей. Завод понес убытки 100-120 тысяч. Ей 100 лет расплачиваться надо. Михаил Николаевич, вы принимайте меры. А к вопросу об убытках мы вернемся. Спасибо. Я не знаю. Ничего себе, неделька началась. Я думала, у тебя не до меня. Давай вечером созванимся. Запишем мой телефон. Я помню. Ты все помнишь? Нет, не все, но многое. Может быть, ты влюблен в меня по-прежнему? Извини. Костин. Да. Нет, о вашей договоренности с Цибиным я не в курсе. Извини, я... Конечно. Да, детский сад нам нужен еще вчера. Приеду, разберусь. Лидия Ивановна. Да, я слушаю. Мне нужны данные по делу сбыта. И сколько мы заплатили штрафов по их вине. Хорошо, я приготовлю. Я на полчаса на строительство детского сада. Лидия Ивановна. Лидия Ивановна. Эй, начальник! Стой! Борис Петрович, начальник строюправления. Очень хорошо. Спасибо, уже пришел. Костин, здравствуйте. Скажите, сколько человек работает на строительстве детского сада? Меня не интересует, сколько числится. Понимаю, но тем более, ваша просьба о помощи не совсем... У нас нет строителей. У нас есть высококвалифицированные рабочие. Они не умеют строить. Отдай им мою ангелину. Хорошо, даже если мы вам их выделим, кто им будет платить? Почему мы? Это же незаконно. Вот вернется Олег Семенович, с ними решайте. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. До свидания. У нас, между прочим, молодой человек, обеденный перерыв. Саламандра. Обед у вас через 20 минут? Нам лучше знать, когда нам обедать. На твоем месте я бы взяла, не задумываясь. Кто из вас Осипова, Тамара Семеновна? Ну, и я, Осипова, Тамара Семеновна. Так это вы перепутали Хабаровск с Харьковым? Не нарочно же. И все-таки, почему так получилось? Харьков, Хабаровск. Родственники у меня там. Понятно. Простите, но я буду вынужден вас наказать. Понимаю. До свидания. До свидания. До свидания, Борис Петрович. Я жду ваших предложений. Борис Петрович, у меня нет замены Осиповой. С человеком всякое может случиться. Ваши предложения, Алексей Тимофеевич. Не понимаю, что я должен предлагать. А куда Осипову? Увольте. Переведите на другую работу. Да уволить человека у нас не так легко. Я проверял. Год назад она также перепутала поставщиков, но без особых последствий. Все правильно. И все-таки существуют законы, инструкции, профсоюз. А они стоят на страже трудящихся. Трудящихся? Да бездельники тоже считаются трудящимися. И на них распространяются все права. Может быть, пора пересмотреть эти права? Может быть, и пора. Да у нас и так нехватка рабочей силы. А я считаю, что у нас ее с избытком, если подойти к этому вопросу по-хозяйски. Так. Что касается Осиповой. Заготовьте приказ о ее увольнении. Михаил Николаевич, срочно ищите замену. Все. Внимание! Восьмой цех. Я, я восьмой. 50% изделий за сутки. На обработке выбиваетесь из коэффициента. Ребята, вы что? А что? Ну, что мы? Что мы? Что дают, то мы делаем. А что нам не дают? Кто не дают, прошу в письменном виде. Кто что не дает? Шестой. Шестой слушает. Выполнение на 72%. Теперь вам суточный график обязателен. Понятно, будет сделано. Кстати, что с платами? Никак не можем остановить режим. Мы слышим это уже который день. Чем у вас занимается инженер? Инженером. Четвертый. Слушает, четвертый. 64% это разгильдяйство. Проанализируйте. Какое разгильдяйство? Какое разгильдяйство? 64% это в начале месяца это норма. Цех никогда больше не давал. Почему это норма? Потому что так всегда было? Потому что не всегда. Все. Идем дальше. Третий цех. Да, третий слушай. Где Огурцов? Его участок практически парализован. Через три дня это скажется на сборке. Огурцово я видела у пивного норька. Кто к нам пришел? О-о-о! Борисы! Здравия! Здравствуйте! Я к вам, Борис Петрович. А что в этой зелененькой папочке? Первая почта эксперимента. О-о-о! Завтра на планерке. Ну мы согласны сегодня и завтра. Нет, нет. Ну мы все-таки начнем. Здесь много интересного о каждом из вас. Но завтра, завтра, завтра. На планерке. Мы просим. Светов не оставлять. О-о-о! Вот такое решение. Уговорили. Уговорили. Замечательно. С кого начнем? Рыба гниет с головы. Ну наконец-то. К директору Паршину пожаловал директор Костин. Добрый вечер, Ксения Сергеевна. Боря, добрый вечер. Входи. Спасибо. Здравствуй, Костин. А, коллега. Давай заходи, бывшийся. Здорово. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Садись. Ой, ты совсем нас забыл. Ишь ты. Все, опаздываешь. Вроде вовремя. Ну, поехали. За встречу через пять лет. Ну что, коллега. Пришлось ли директорское кресло по твоему заду? Вполне. Вполне. А я слышал, ты пытаешься расшатать. Завязываешь с толкачами. Хочешь уволить товароведов? Гляди, побьют. Побьют. Откуда такая информация? Точная информация. Залог верного решения. Смотри, цепи не простить тебе развала. Нанаженного хозяйства. А, чтобы ты, старик, ко мне, а? Предприятие смежное. Ты, будешь себя хорошо вести, назначу главным инженером. О, Боря, подумай. А вы не боитесь, что я развалю и ваше хозяйство? При мне? При мне, Дудки. Я тебе не цыбин. А я не хочу быть при ком-то. Ага. Мальчик почувствовал власть. Запомни. Все мы при ком-то. Ты в этом очень скоро убедишься. Ты можешь остаться. Не понял. Ты можешь остаться. У меня отдельная комната, если помнишь. Ты ведь даже после нашего развода этого хотел. И ты по-прежнему у меня влюблен. Я был в тебя влюблен. А теперь? Не знаю. Я знаю одно, что ты меня никогда не любила. Не любила. А за что тебя было любить? Обыкновенный парень из обыкновенной семьи. Ну, закончил институт, ну, стал инженером. Ты ничем от других не отличался. А любят за что-то. За что? Фух. Знаешь. За то время, пока мы с тобой не виделись. Ты стала личностью. Ты стал уверен в себе, стал надежен. За такого уже можно выходить замуж. И ты прав, я не любила того Костина. Но мне все больше нравится этот. Оставайся. Извини. Я пойду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, Хейли. Здравствуйте, Борис Петрович. Погода сегодня действительно замечательная. Спасибо. Провожать меня не надо. Далеко. Что? Мой номер телефона? 24-72-84. Извините. Лидия Ивановна, вы не можете мне оказать любезность? Да. По номеру телефона узнать адрес. А то у приятеля юбилея. Номер телефона, пожалуйста. 24-72-84. Это номер женского общежития. Да. Извините. Я что-то перепутал. Так, начнем с неприятного. Звони, звони. До сих пор мы не получили с Березовского комбината «Черный порошок». У них опять что-то разладилось. И на ближайшую неделю-две они нам его не обещают. Какие будут предложения? Я еще раз попытаюсь дозвониться. Там у меня приятель. Я его в свое время выручал, думаю, не забыл. На этом комбинате вечно что-нибудь случается? Борис Петрович, надо лететь. Такие вопросы по телефону не решаются. Я в горком. А кто поедет? Ну, как всегда, Нина Артемьевна. Я позвоню на кондитерскую. Зачем? Ну, как зачем? Не с пустыми же руками ехать. Надо выбирать эти с фонда предприятия. За свой же счет, наверное, коньяк, шоколад будет покупать. Какие еще предложения? Товарищ дублер, и вы что молчите? Надо параллельно поспрашать. Может, у кого есть запасы? Дадут взаймы. Насколько хватит наших запасов? Точно не знаю. Думаю, дня на три не больше. Не дозвониться. Я предлагаю следующее. Нину Артемьевну или кого другого не посылать. Тем более с коньяком и шоколадом. Ах, так. На Березовский комбинат подать в арбитраж за срыв поставок с вычетом стоимости нанесенных убытков. Правильно. Наказывать надо. Да вы соображаете, что говорить? Ну, хорошо, заплатят они штраф. Во-первых, не из своего кармана. Пусть платят. Пусть платят. Нет, а во-вторых, мы все равно, как говорится, с носом остаемся. Да учить надо, учить. Сколько может продолжаться эта бесхозяйственная? Да, Илья Григорьевич, я должен точно, не приблизительно знать, насколько нам хватит порошка. Доложите мне к концу дня. Есть. И главное, надо подумать, как нам на будущее избавиться от этой зависимости с порошком. Второй цех. Второй слушает. У вас опоздали двое, Кухаренко и Мальцева. Хорошо. Пятый цех. Пятый слушает. Бедрен, Тросковец, Шилова. А, записываю, Тросковец, Шилова. Идем дальше. А, какая Шилова? У меня и кое Шиловой нет. Эти сведения с проходной, разберитесь. Шилова у Фидоренко. Фидоренко, Фидоренко, Шилова твоя? Ну, моя, возьми ее себе. Тихо, продолжаю. Шестой? Шестой слушает. Где командированный Ильина и Крюков? Вы что, приказ не читали? Приказ мы читали, но нам нужны запчасти, а без благочей у нас... Никаких «но». За невыполнение приказа будете наказаны. Третий. Третий слушает. Где у вас Огурцов? Третий, вы слушаете? Слушаем. Огурцовы сами ищем. Плохо ищите. Поищите у пивного норька, адрес точный, сама видела. Кстати, там не только Огурцов. Спасибо, разберитесь. Седьмой. Седьмой слушает. Фидоренко, где у тебя в конце концов Ангелина? Ангелина на работе. А что, опять муж пробил? Я спрашиваю, почему ее нет на рабочем месте? Она в приемной директора. Спасибо. Напоминаю еще раз. Все сведения в отдел кадров. Приказ. Всех поименно. Кстати, второй. Второй слушает. Какие идеи обуревает начальника? Какие к черту идеи? У меня в цеху не хватает 12 человек. Люди бегут. Духота, испарение. Цибин семь лет собирается поставить цех на реконструкцию. У меня одно предложение. Закрыть его к чертовой матери и немедленно. Хорошо. Вызывай санитарных врачей. Готовь обоснование. Будем решать. Ты предлагаешь оставить все как есть, что ли? Ну, а что делать с рабочим, интересно? Ну, как? Будем платить за вредность? Ну, а что делать? Так. Давайте решать. Может быть, действительно не стоит заводиться, а, Борь? Ну, выкрутимся как-нибудь. Может, не стоит. Ты начальник, тебе решать. Ребят, давайте так. Сделаем профилактику. Я усилю вентиляцию. Придет Ерохин, он начальник, будет решать. Начальник сегодня ты. Правильно. И ты, а не Ерохин, несешь уголовную ответственность за то, что творится у тебя в цехе. Да я всего неделю начальник. За что я должен отвечать? Именно за это. Ты уже неделю начальник, а ничего еще не сделал. Какие еще предложения? Какие предложения, если он сам не хочет? Просто нет другого решения. Нет. Ребята, что с вами происходит? Противно слушать. От нас ждут смелых решений. Нового стиля руководства. А мы? Каждое поколение должно приносить что-то свое, новое. Экспериментировать, решать. А мы? У тебя есть что-нибудь конкретное? Нет. У меня есть идея, только она рискованная. Валяй. Давай, Петя. Кто у нас смежники? Ну, электроприбор. А при чем здесь он? Подожди. У них же такой же гальванический цех, как и у нас, а? Да. А что? Так они нас и ждут. У них свои погремушки и тоже в две смены. Но есть еще третья. А рабочая. С ними можно договориться. А кто там директор? Паршин. Виктор Андреевич. Паршин. С этим договоришься. Паршин. Нет, почему? А Боря? Боря! Паршина я беру на себя. Паршина. 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 Паршин. 16 марта, 20 марта. Ну, что там стряслось? По моим агентурным данным они собираются закрыть Гальванический. Хотят парализовать весь завод? Это прожекты. Они же не самоубийцы, и потом, кто им позволит? А жаль. План реконструкции завода валяется уже 7 лет. Есть новое помещение. И ты туда же. А план, а заказчики? Реформаторы доморощенные. Как им хочется запустить руку в налаженный механизм? Что не получается? Да я знаю. Какой режим? Не знаю. Так, режим нормальный. Что еще не получается? Не знаю. Брак идет и вообще не до присовка. Ай, не знаю. ПДУшница несчастная понабирали вас. Отойди. Смотри. Ну что, смотри сюда. Получается? Ну, так вы же мастер. Удар не в труда. Галочка, представьтесь, пожалуйста, нашим телезрителям. Галина Сыроежкина. Старший мастер прессового цеха. Спасибо. А теперь ваши впечатления об эксперименте. Мы очень довольны экспериментом. Мы молодежь. Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие. Мы не подведем наших старших товарищей. Вам нравится быть старшим мастером? Очень. А с какими трудностями вам пришлось встретиться? Ну, плохо детали подают. Особенно из третьего цеха. А начальник его вообще смеется, что я так серьезно к работе отношусь. И вообще, молодежь какая-то безответственная пошла. А вы разве не молодежь? Я молодежь. Но я ответственная. Представьтесь, пожалуйста. Александр Серегин. Начальник... Дублер начальника гальванического цеха. Вы руководите таким трудным участком. Наверное, вам есть что сказать телезрителям. Ну? Я понимаю ваши затруднения. Вы работаете всего 10 дней. Не волнуйтесь. Говорите обо всем, что наболело. Можете произносить любые слова. Тем более, что это эксперимент. Слова... Слова-то, конечно, есть. Но они, к сожалению, почти все нецензурные. Вот. Нет, это, пожалуй, не пойдет. А вот. Это экономист. Между прочим, Осипова подает на вас в суд. Она считает, что это сведение личных счетов. Да, я свожу счеты. Только не личные. Если человек ворует 5 тысяч рублей, это расценивается как хищение в особо крупных размерах. А если ворует 120 тысяч? Она же не по злому умыслу. Я тоже. Но я считаю, каждый должен отвечать за содеянное, так сказать. Все правильно. Только здесь есть один нюанс. Ее рекомендовал... ...очень влиятельный человек. Кто? Кто такой? Ну, зачем так сразу? Да и какое-то имеет значение теперь. Передайте этому влиятельному человеку, что его рекомендация ошибочна. Учтите, этот номер вас не пройдет. Я не маленькая девочка. Я прекрасно знаю советские законы. Ну, мы проверили все факты. Они, к сожалению, все против вас. Я его поставила на место. Этот мальчишка воспользуется для того, чтобы меня уволить. Боря! Разве можно так расправиться с женщиной? Борис Михайлович, за 10 минут. В конце концов, я с вами расправлюсь со всеми. Сопляк. Ого. Подождите меня. Какой жмой какой-то. Видал? Между прочим, уже не первый раз приходила. Показывала заявление в суд. Если не отменить своего решения. Так я пойду, да? Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Да, приходили из гальмонического. Требовали объяснений. По поводу закрытия цеха? Угадал. Кстати, Цибин звонил. Интересовался. Так. Значит, все уже в курсе. Чего от меня хотят? Хотят, чтобы мы с тобой дров не наломали. Но если хочешь знать мое мнение насчет этого цеха, то его давно пора закрыть. Да, ну что, теперь будет? Мало того, с комбината Костин собирается получить компенсацию. Идиот. За срыв поставок. А что, давно пора? Что давно пора? Да ты же... Ты соображаешь им это, Павел? Соображаю. Да мы потом у них на коленях грамма не выпросим. Не выпросишь. Он же все связи наши рвет. Ну, конечно. Он уйдет, а нам потом работать. Я не соображаю. Ифигина, молчите, я спрекай, я прошу тебя. Сергей Петрович, у нас в техотделе работает один чудак. Его еще алхимиком прозвали. Работал, Соколов. Да. Мы когда-то смотрели его папку. Выпил он у нас крови, а в результате одни убытки. Времена меняются. А значит так, ты, Илья, лети в Березовский. Всегда готов. А ты, Лида, подкинь Костину такую идею. Ой. Здрасте, Борис Петрович. Здрасте. Давно не заглядывали. А у меня к вам дело. Это очень интересно. Будьте любезны, боротьтесь в архивах. Найдите изобретение Соколова о красном порошке. И доложите. Будет исполнено. Благодарю вас за доверие. Да. Вот. Можно? Да. Я Семенов из конструкторской. Вы меня примете? А, Валентин Константинович, проходите. Как? Вы меня знаете? Ну, конечно. Вы один из лучших конструкторов завода. Благодарю. Садитесь. Слушаю вас. Видите ли, в общем, даже не знаю, с чего и начать. А вы начинайте с сути. Ну, я хочу перейти в сборочный. Кем? Рабочему. Видите ли, Борис Петрович, я много думал, прежде чем прийти к вам. У меня стесненные обстоятельства. Кооперативная квартира. Я за год задолжал. Очень много. Вот даже пытался подрабатывать. Ну, а что-то со здоровьем сейчас стало не важнец. Понимаете, я тут зарабатываю 180 рублей. А там бы я мог получать 400. Мы сейчас запускаем серию один прибор. Я был ведущим при его проектировании. В общем, знаю этот прибор как свои пять пальцев. И, значит, если бы я был бы рабочим, то не сомневаюсь. В общем, я свободен. Еще раз спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Боря, это не по государственному. Конструктор должен конструировать, а наладчик налаживать. А как ты считаешь, это по государственному? Если человек, на которого государство потратило тысячи рублей, мозг двигатель прогресса, так сказать, а получает вдвое меньше наладчика. Ну, а если завтра к тебе придет 10 конструкторов? Борис Петрович, все собрались. Можно? Ой, приглашайте, пожалуйста. Прошу, товарищи. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Жарищи сегодня. Сема, я птику, добрый день. Пошли, пожалуйста. Нормально. Илья Григорьевич. Да. Вас не было на работе три дня. Вы что, болели? Нет, я летал на Брёзовске. Насчет порошка. Так что дальше-то? Вы знали о моем распоряжении? Тихо, тихо, тихо. Разумеется. В таком случае я вынужден освободить вас от должности начальника отдела снабжения. Вы свободны. Так, начинаем. Как обычно, зачитываем мнение из почтового ящика. Прошу, Лариса Ивановна. Все готовы. Что новенького? Зелененькие папочки. Так. Сначала анонимки. Анонимки не надо. Надо. Зачитывать все, как все говорили. Поехали. Получил власть, наслаждайся в сласть. Вам играть, а нам работать. А вот конкретное уже с подписью. За ползарплаты первой бригады беремся выполнить половину их плана. Вторая бригада, цех три. У вас что, делать нечего там? Нечего. Нечего, потому что, как всегда, первую неделю баклуши бьем, вторую раскручиваемся, и только к концу месяца начинается. Все потому, что вот эти вот недопроставляют нам детали. Что эти? Детали. Такой, господи, боже мой. Ну, ладно. Ну, тихо, тихо, тихо. Вы договорились выслушивать без комментариев. Продолжайте. Прошу вас. Требуем разделить бригаду на две, а то к концу дня половина ходит на бровях. И пьющая половина третьего цеха. Они давно разделились, еще до меня. Мужики пьют, а женщины работают. Товарищи, как мне стыдно. Из каждого хорошего мероприятия устраивайте балаган. Конкретные предложения есть? Нет. Можно продолжать? Да, пожалуйста. Товарищ директор, а вы знаете, что наш цех постоянно дает сводки о выполнении плана за два дня до его выполнения. А это дело подсудное. Все знают, но молчат. Пятый цех. Так. Шесть фамилий. Интересно. Знаю закон. Так. Теперь персонально. О дублёрах. Прошу меня простить, но есть неприятные вещи. Просим Федоренко снять с дублёров. Он оказался хамом. Товарищи. Это? Ну, я знаю, чья это работа. Тихо, тихо, тихо. Просим обследовать Галину Сыроежкину в психдиспансере. И о результатах доложить. Галь, ну ты что, шо так не понимаешь? Галя. Галя. А может быть, не надо читать такие? А вот уж нет. Про всех, так про всех. Правильно. Борис Петрович. Да. Звонит Иван Егорыч из горкома. Просит вас. А, сейчас. А вы продолжайте. Толя, это для тебя. От женщин цеха. Очень личная. В стихах. Читает, читает. Читает? Хорошо. Костин слушает. Здрасте, Иван Егорыч. Спасибо. Нет, справляемся. А что с Селиным? Нарушил мое распоряжение, за что наказан? Нет. Нет, не ошибаюсь. Абсолютно убежден. Да, и с Осиповой. И с закрытием цеха. Но в чем тогда смысл эксперимента? Подробнее? Подробнее. Хорошо. Мы заедем к вам. С Игнатьевым, хорошо? До свидания. Вот хорошо, что ты здесь. Извини, я опоздал. Что, уже кончили? Это что? Это автограф. На заявлении. Пожалуйста. Куда, если не секрет? На станцию техобслуживания. Шутишь? У тебя же голова. Слушай, не повторяй цибинских банальностей. Мне лучше знать, зачем мне голова. Подпиши, не будь занудой. Останемся друзьями. Насобираешь накар, буду тебя ремонтировать. Без очереди. И я тебя умоляю. Подпиши, пока цибины нет. Не валяй дурака. Мы же учились вместе. А там что, лучше? Подпиши. Ты же видишь, нас никто всерьез не держит. Ну что за игры? Надоело, устало. Петя? М? Побудь за Селина главснавом. Всего две недели. Тем более, ты теперь его зам. А где Илья? Завалял. Да. Вирус. Вот видишь, я подписываю. И за день до прихода Цибина, если захочешь. А что же будет с Селиной? Пусть пишет заявление об отпуске. Подбросите ему эту идею. Борис Петрович. Да, чуть не забыл. Лидия Ивановна, заготовьте приказ о вашем примировании. За что? За идею с красным порошком. По моим сведениям, завод в этом месяце план не выполнит. А вы знаете, что за этим последует. Еще не все потеряно. Впереди две недели. Если нам с порошком повезет, то... Добывало за неделю выполняли. У них еще два выходных в запасе. Костин на это не пойдет. Если Костин на это не пойдет, то на это пойду я. А как же эксперимент? Он ведь рассчитан вроде бы на месяц. Придется прервать. В силу чрезвычайных обстоятельств. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ! Игорь Борисович, к сожалению, с внедрением вашего прибора у нас пока ничего не получается. Я пытался, но мы действительно не можем дать необходимую степень точности данной ситуации. Сами понимаете? Ну хорошо. Нет, так нет. Одну минуту. Простите. Да. Объяснительную получили? Хорошо. Готовьте приказ. Все. А как с моим переходом к вам? Пока никак. Но ведь вы сами говорили, что у меня есть все данные для научной работы, и я надеялся... Вероятно, я ошибался. Ваш переход к нам полностью зависит от внедрения нашего прибора. Докажите на деле, на что вы способны. И тогда будем решать. Нет, подожди, подожди, подожди. Это лилика, а твоя программа? Программа? Да. Если человек несколько лет руководит, скажем, цехом, отделом и руководит успешно, он должен быть уверен, что через три года он будет зам главного инженера. И так в каждом звене. Подожди. Тогда, по твоей логике, Цибин, который 12 лет руководит заводом, явно засиделся. По-твоему, он должен, как минимум, быть заместителем министра. А ты знаешь, что у нас существует система номенклатуры? А, знаешь? Я знаю очень многих заместителей министра и отличных заместителей. И они никогда не станут министрами. А ты знаешь, что из этой системы никто не уходит? Если он не справился, его переводят на другую руководящую работу. Не куда-нибудь, заметь, а именно на другую руководящую. И вы считаете такое положение нормальным? То, что я считаю, я тебе никогда не скажу. Странно. Но ведь кажется, выгодно всем, и в первую очередь государству, чтобы в руководство приходили деловые люди. А политические качества? А, по-моему, политические качества на сегодня, в первую очередь, деловые качества. Да, все в результате проверяется делом. Это же демагогия. Все, 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 все. Ты можешь мне отвечать? Сколько можно? Боренька, может быть, чая свежего? Да, давайте пить чай. Ну вот, так-то лучше. Ну, а как идут дела? Справляешься? Стараюсь. Да, спасибо, что с гальваникой выручили. Да ну, пустяки. Свои люди сочтемся. Только ты не перестарайся, не переусердствуй. А, ну что это? Отозвал толкачей, цех закрыл, снял снабженца, товароведа уволил. Не много ли для двух-то недель? Товароведа как раз не могу уволить. Ну, а че ж ты так? Визы нужны, потому у нее видитель рука. Кто-то пристроил эту бездельницу к нам на завод, не хочет скандала. Она чувствует поддержку и качает права. Найти бы этого благодетеля. Поищи. Поищи. Хочешь, я тебе собаку одолжу, а? А правда, хочешь помогу? Спасибо. Буду благодарен. Ну, договорились. Договорились. Внимание, тишина. Мотор. Начали. Назовитесь, пожалуйста. Виталий Шнурков, главный инженер завода. Виталий, что вы думаете о целях и задачах эксперимента? Весь наш коллектив, в особенности молодежь, с большим энтузиазмом отнеслись к идее эксперимента. Нам доверили проявить себя в деле и своей работой доказать, что у наших отцов растет достойная смена. Что те, кому завтра предстоит занять руководящие посты, уже сегодня способны на многое. Спасибо. Боренька, ты пойми, что внедрение этого прибора через два года может дать тысяч пятьдесят экономии, если... Здорово. Привет. Ладно, потом договорим. Готовь транспорт. Есть черный порошок. Отвлекись, отвлекись, шею же свернешь, ну? Я тут позвонил кое-кому, у соседей нашлось порошка, мне на два на три хватит, но с отдачей. Спасибо, Петя. На здоровье. Можешь забрать заявление? Нет, я куда жду. А то ты без меня тут пропадешь. Информирую. Девушка приехала из Прибалтики, не замужем, живет в общежитии. Могу познакомиться? Спасибо, Петя. Лови момент, кретин, ты же никогда не умел знакомиться. А теперь ты директор, у тебя неограниченные возможности. Пригласи ее в кабинет, по любому поводу. А еще лучше покатай ее на директорской Волге. Ты же знаешь, я ей почти не пользуюсь. А тогда отдай мне. Я же снабженец, мне надо. Очень. Ну, бери, спасибо. Извини, я отвлекся. Главное, чтобы она под твоей неброской, в общем, внешностью, увидела остроумного, раскованного мужика, за которого приятно выйти замуж, с которым легко развестись. Ну, конечно, с раскованностью у тебя. Требать. Да. И главное, поскольку времени у нас мало, постарайся ее поцеловать с первого же раза. Я понимаю, что сразу неудобно. Я понимаю. Но ты же, как директор, можешь поцеловать ее от имени всего предприятия. Ты усек, действуй. Вызывали? Я? Да. Я? Борис Петрович, я все отыскала. Вот могу проинформировать. Информируйте. Вот. Тут вся технология с красным порошком. Посмотрите. Потомкам от Соколова. Да. Прошу. Я подробно изучила технологию. Она даже сейчас прогрессивнее и той, на которой мы работаем. А учитывая нашу ситуацию, это блестящий выход из положения. И в дальнейшем мы избавимся от зависимости. Тем более, на нашем предприятии, на нашей области, его вырабатывают два предприятия. А по себе, по себе стоимости. Хили. Что? Вы знаете, кто вы? Технолог. Можно я вас поцелую? В каком смысле? От имени всего предприятия. От предприятия хорошо бы квартиру. Тогда от имени дирекции. От имени дирекции хорошо бы премиум. А то зарплата. От себя лично. От себя лично? Записала. Простите, туда нельзя. Там завещание. Петя, как ты вовремя? Да. Петя, это все она. Гений. Ну, конечно, сам бы ты на это не решился. Слушай, где моя ручка? Ты у меня ручку умыкнул, а я ведь снабженец. Мне надо. Извините. Да, Петь, спасибо. На здоровье. Что все это значит? Работаю. Вижу. Но почему у пресса? Ты старший мастер. Мое рабочее место... А это и есть мое рабочее место. А как же цех? А что цех? Все в порядке. Все работают. Борис Петрович, ну освободите меня, пожалуйста, от этого. Тут неспокойнее. Вот что. Давай примем компромиссное решение. Ты пока руководи и работай. А мы подыщем достойную замену. Договорились? Договорились. Лида. Ну, Лида. Ангелина, иди работать. Борис Петрович, я по-личному. Это в правком. Ангелина, иди, родная. Иди. Обидно. За что? Борис Петрович, я по поводу Соколова. После нефтехимического он работал в химчистке. Потом оттуда тоже уволился. Я подключила всех, кого могла. Так что не волнуйтесь, Соколов найдется. Спасибо. А-а-а, коллега. Здрасте, Виктор Андреевич. Здорово. Чем я обязан такой чести? А вот. Вижу, зашиваешься. Решил помочь. Спасибо. Садись. Похудел. Похудел. Ну, жду помощи, Виктор Андреевич. Вот так, сразу, да? А чего ждать? Мы же деловые люди. Ладно. Первая помощь. Я нашел руку Осиповой. Спасибо. И чья это рука? Моя. Удивлен? Нет. Раньше бы удивился. Теперь нет. А-а-а, значит, это место чему-то тебя научило. Считайте, что так. Да нет, это ведь не главное. Тут я признаюсь Грешин. Она когда-то была моей секретаршей. Ну, ты как мужик поймешь меня. Я вас понимаю. Но это не меняет дело. Да? Вот как. Ну, хорошо. Поговорим о тебе. Слушаю вас. Ты знаешь, что ты проиграл? Не уверен. Ладно. Факт и лучший аргумент в споре. На что ты потратил этот месяц? На глупую возню с бабой? На никому не нужные перемещения? На игру в общественное мнение? Извини меня, это не солидно. Ты же директор. Директор, не какой-то там клерк. Что тебе было нужно? Тебе было нужно, чтобы тебя запомнили, заметили. Ты должен был каждую минуту использовать для налаживания связи с министерством, с райкомом, со смешниками, с поставщиками. Ты даже не удосужился ни разу встретиться с Иваном Егорычем, пока он сам тебя не вызвал. Ну да ладно, все это уже поздно. Не сегодня, завтра Цибель прекратит этот эксперимент. Кстати, и в телевизор тебя не покажут. Не покажут. С чем ты останешься? Да, главное забыл, зачем приехал. На будущей неделе мой завод не сможет обрабатывать ваши детали. Извини. Свой план. Ну, теперь ты признаешь, что проиграл. А ты прекрасно знаешь, битых у нас, ой, как не любят. Знаю. Но мне все равно. Меня это не волнует. Во-первых, у меня есть профессия. Во-вторых, мы не побиты. Вот в этой папке общественное мнение. Нас одобряют и поддерживают. Вот это зелененькое. Я смотрел. Скажи, на милость, кого волнует общественное мнение? Ну, были недовольны одни, теперь будут недовольны другие. Что изменится? А ты знаешь, если я захочу, вот завтра на этот стол ляжет точно такая же папка. С прямо противоположным мнением. Это я тебе обещаю. А что еще хуже, вообще не будет никакого мнения. Нет. Существуют объективные законы. И они действуют, как бы вы им не противились. Извините, пожалуйста. Борис Петрович, Соколов нашелся. Он в техотделе. Простите, пожалуйста. Вы просили, как только он... Да-да, спасибо, Лидия Ивановна. Виктор Андреевич, извините. Дела. Вообще, Виталий, вы очень коварный мужчина. Ну что, Валиночек, первое ощущение обманчиво. Здравствуйте, не слышно. О, Боря, так как насчет внедрения этого прибора, помнишь? Помню. Он еще не доведен. Да не будь занудой, Боря. Рискнем, сейчас самое время. Ты же сам говорил про идеи, предложения. Ладно, пиши обоснования. Ну, отлично. Да, кстати, Соколов нашелся. Но он... Хотя, сам увидишь. Надо же. Нашли. Подискали. Потомкам от Соколова. Слушай, сколько же лет с тех пор прошло, а? О, коллеги. Здравствуйте. Виталий. Здравствуй. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Слышал. Поздравляю. Молодцы, ребята. Бесполезная затея, он почти ничего не помнит. Полчаса объемся. Что будем делать? Ну что, мы люди грамотные, разберемся. Папка-то осталась. Молодцы. Молодцы. Горя, где обещанный цемент? Я звонил на нашу стройку, мне почему-то отказали, говорят нет. И потом, восьмой цех до сих пор не изготовил вытяжки. Такими темпами... Не шуми. Скажи, в какой срок самый сжатый можно пустить цех? Этот? Старый. Не понял. Ты сам прекрасно знаешь, какие наши сроки. Еще вчера, как говорится. Я не о том. Понимаешь, я многого не учу. Если мне в срок не дадим... Горя, о чем ты? Что ты говоришь? Чьи слова ты повторяешь? Мы же прекрасно знали, на что мы шли. Аршин отказался обрабатывать наши детали. Понятно. Да в какой срок может быть запущен цех? Без реконструкции? Ну, что сделано, то сделано. А ты вот у них спроси. Они тебе ответят. Цех будет пущен только после реконструкции. Не днем раньше, не днем позже. И учтень, не только ты, но и я отвечаем за планы, за людей. Это главное. Кстати, это твои слова. Борис Петрович, что вы приобрели? Что дал вам опыт работы в должности директора завода? Приобрел? Скорее, потерял. Что именно? Иллюзии. Когда нам предложили участвовать в эксперименте, нам казалось, что за месяц можно сделать очень много. Но на практике все оказалось гораздо сложнее. Серьезнее. В чем заключалась сложность? Вероятно, вам не хватило навыков, практики, опыта старших товарищей? Опыт, конечно, необходим. Но мы часто за опыт принимаем привычки, инерцию, мышление, консерватизм. Такой опыт перенять несложно. А вот преодолеть и жить его, сегодня он слишком дорого нам обходится. Борис Петрович, скажите, если бы вам завтра предложили стать директором завода, не дублером, а директором, готовы ли вы? Угу. Не в этом дело. Но я твердо знаю, что, где бы я ни работал, директором, рабочим или инженером на своем прежнем месте, я знаю, что не смогу работать, как раньше. Алло! Алло! Девушка, не слышу! Алло! Алло! Вы обещали срочно заказ дать! Хватит. Снимите заказ. Значит, положение на заводе складывается таким образом, что если мы в ближайшее время не вмешаемся в ход эксперимента, будь он не ладен, то мы не только не выполним плана, но и... Поэтому с завтрашнего дня прошу всех явиться на свои рабочие места. Отложим, так сказать, отпуск до лучших времен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» 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 Начальником цехов и отделов Говорит Костин Всем дублёрам оставаться на своих местах эксперимент продолжается Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова